Привет, друзья! С вами канал Морозлайф и в сегодняшнем видео я поделюсь своим опытом сбора документов к школе, подготовка документов к доктору в Чехии. Вроде кажется такая чепуха на самом деле прийти в школу, подать документы, но когда начинаешь их собирать, появляются такие маленькие головнички, с которыми сталкиваешься. Мы еще заранее договорились с нашей школой о том, что мы прием с ребенком, у нас ребенок иностранец, не знает языка и, соответственно, директор школы дала нам заранее еще список документов, которые нужно было перевести еще из Украины и привезти их уже подать в школу. Так что первое начинаем со школы. Один из первых документов, который требует школа, это свидетельство о рождении. На чешский называется родный лист дитити. Свидетельство о рождении, конечно же, нужно переводить на чешский язык, это мы сделали еще в Украине. Второй из документов, который нужен также для подачи документов в школу, это паспорт одного из родителей, там, либо мамы, либо папы. Это загранпаспорт, естественно, он будет называться пас родичу. Дальше нужна была страховка на ребенка, это здравотник поистине дитити, то есть страховку, которую мы уже оформили, кто не смотрел видео, посмотрите вот здесь это видео о страховочке, как мы ее оформляли, как мы забирали ее, там разные ответы на вопросы. Если кого интересует, пожалуйста, обращайтесь, там еще предоставят вам скидочку на страховочку. Так что нужна обязательно страховка, естественно, мы давали не оригинал, а только копию документа, это все отксерили. Следующий документ это табель успеваемости с Украины, это оценки. У нас ребенок ходил во второй класс в школе в Украине, соответственно, там никаких оценок не ставили, были там плюсики, минусики всякие. Вот так мы взяли этот табель, просто перевели опять же на чешский, на чешском это будет называться высвечение, доклад. И этот документ мы тоже предоставили чехии в школе. Следующий документ это честное проглашение, то есть доклад к побыту. Честное проглашение, как и на воссоединение семьи, аналогичное полностью, все написал от руки, никаких там заверений, ничего не нужно, просто принес, написал, дату поставил и без проблем. Ну и самое последнее, что нам нужно было сделать, это прийти на поговор. Поговор это собеседование, в какой класс идти, знакомство с учителем и так дальше. То есть вот такие вот документы нужны были для школы в Чехии. Следующий пункт это доктор. Для доктора, конечно, было все проще собрать, ему нужна была только здраводка, то есть здраводня поищения страхов, которая оформлена была на ребенка. Конкретно в СЗП в нашем городе, как в ваших городах, будет это все, конечно, в зависимости, где вы проживаете и с каким доктором будете сотрудничать. Еще у нас запросили очкование, это прививки, прививки, которые делались в Украине, тоже нужно было сделать перевод, мы сделали их еще тоже в Украине, чтобы была читабельная эта справочка, в электронном виде все нам забацали, распечатали, и это все тоже сюда привезли. Ну и брали с собой все свои справки с Украины, всю медицинскую книжку, если какие-то есть, не дай бог, там у кого-то заболевания, у детей, это все нужно тоже будет переводить, чтобы здесь было все без проблем абсолютно. То есть вот такие вот документы, которые над нас требовали в школе, и наш доктор, который нас уже принял, вот это все мы предоставили, и вообще вопросов никаких не возникло. Опять же, хочу сказать, ребят, что это лично наш опыт, то есть что требовалось конкретно в нашем городе, в наших школах и нашего доктора, как будет у вас, я не готов вам сказать. Поэтому, если у кого-то есть какие-то изменения, делитесь, пожалуйста, в комментариях под видео. Ну а всем тем, кто еще не воссоединился, желаю скорейшего воссоединения семьи в Чехии, приезда ваших детей, супругов, родственников и так дальше. Так что увидимся в следующих выпусках, всем удачи, всем пока!